всем привет дорогие друзья с вами роман канал мобайл ревью с места в карьер быстренький обзор юми динге меча сериас появилась только модель на нашем рынке это g5 8 на 128 юнисок т606 android 13 дальше 2 сим карточки карта памяти 6000 миллиампер батарейка 6 6 дюйма hd 90 либо 60 герц и собственно все что вам нужно знать давайте быстро глянем что внутри это инструкция такая вот есть русский язык есть русский язык и технические характеристики это у нас адаптер питания на 5 вольт 2 ампера и кабель usb такой симпатичный красный собственно все я не вижу здесь чехла очень странно очень странно ну да ладно переходим к самому устройству вот так вот выглядит это пыль и влага защищенный гаджет ip69 кей ну или ap68 то есть довольно уникальная вещь то есть он выглядит как обычный смартфон ну довольно крупный но при этом защищен по такому большому крутому стандарту не страшно не вода не пыль можно топить поэтому в принципе те кто ищет себе защищенный гаджет за более-менее адекватные деньги стоимость 15 тысяч рублей вот пожалуйста классический аппарат не не так как обычно это бывает супер супер навороченный под 500 граммов там с толщиной 15 миллиметров нет довольно тоненький относительно компактный но при этом защищенный гаджет внешний вид есть стеклышко но уже вам сюда наклеена все хорошо сделан из пластика и пластика просто постучал здесь здесь из пластика и пластика при этом прорезиненные части вот уголки ну типа что если вдруг упадет ничего страшного не будет отпечатки пальцев в принципе заметны но это такая поверхность которой все стирается здесь конечно вот уже отпечатки ну посильнее так три типа модуля камера но на самом деле это вот одна камера вторая вспышечка этот модуль чисто для размытия заднего плана 50 мегапикселей и вспышка ну просто сделано так относительно симпатично и в моду современным гаджетом кнопка питания сканер пальцев отдельные две кнопки громкости здесь вот слот под сим-карту и карту памяти причем вы его можете изъять и вот таким вот образом то есть это комбинированный слот сюда две симки карта памяти и sim тогда получается легко все дело устанавливается так вот бац и здесь вот шок пруф вот и пруф написано камера вписано датчик освещения приближения ну и разблокируем попадаем в экран экран здесь hd к сожалению 66 дюйма настройки экран экран наверное это одна из слабых сторон данного устройства причем потому что я сижу под углом вот так смотрю яркость у меня конечно очень слабая максимальная яркость сейчас 90 да вот если 100 сделать это примерно 190 нет что крайне слабо то есть в среднем даже бюджетное устройство ну хотя бы 250 здесь 190 но мне кажется все будет потом исправляться каким-нибудь апдейтами ну и так далее но вот на максимуме лучше всего использовать из фишек это поддержка частоты 90 герц да действительно телефон становится максимально плав удобно было 60 ну наверное совсем было бы печально углы обзора они максимальные но вот под определенными наклонами конечно картинка такая тускленькая становится и невзрачная но вот под прямыми вполне себе симпатичный экран и песный все хорошо видно вот из сменить обои посмотреть например там вот такую картиночку ok устанавливаем вы видите принципе себя чувством чувствует вот такая картинка у вас она выбеленная слегка вот так можно сделать и вот получаем такую штуку кстати регулируются в очень узком диапазоне ну то есть вот буквально вот яркость добавляется от 80 до 100 процентов вот где-то тут только она яркость дальше едем 6000 миллиампер батарейка это очень неплохо аппарат работает очень долго даже тест сейчас скажу как он называется писи марк на андроиде вот он он пожалуйста нам показывает 11 часов то есть в реальной жизни это будет около 8 9 часов свечения экрана там бесконечное проигрывание видео ну и так далее это очень хорошее время работает но опять же у нас юнисок т606 нового отсюда и все и ноги собственно поэтому время работы здесь будет отлично и на ну так и есть правда заряжается долго потому что в комплекте вам 10 ватт адаптер ну и как бы вот такая история но зато типа долго работает дальше едем здесь все стандарты связи есть все что нужно единственно нету nfc вот вам пожалуйста интернет bluetooth там и прочее заходим в настройки здесь вот они более подробные все эти вещи трансляции тогда лента то есть классические такие параметры но nfc чипом здесь нету наверное это плохо ну непонятно да кому как кто-то пользуется nfc там для пополнения тройки в метро да или там допустим оплаты через мир пэй ну и так далее ну вот вот так вот я не знаю почему но нету качество связи в принципе нормальная все у меня было нормально вай-фай шурует не очень быстро ну как бы все нормально теперь по поводу камеры простейшая камера я так вам все по-быстрому рассказываю ну потому что очень простой аппарат тут нет каких-то завораживающих фишек кроме ip68 снимает посредственно как на фронталку так и на основную камеру вот это вот камера она не фейковая действительно размывает задний план честно но пытается по крайней мере как-то там адекватно отделите человека от фона но она действительно рабочие видео full hd 30 кадров в секунду максимально все что вы можете сделать я пробовал включать стабилизацию изображений становится только хуже картинка кропается но не стабилизируется я думаю что просто из-за того что у меня сэмпл такой ранний там прошивками все это думаю поменяют фронтальная камера она может 720p снимать 50 мегапикселей это вот максимальном разрешении но нет особого смысла потому что снимает гаджет так себе посредственно скажем так ну и чтобы не быть голословным давайте зайдем откроем камеру фронтальная камера но вот такая вот она чуть увеличиваем там шум и где-то появляется опять же за эти деньги ну лишь бы она здесь вообще была если днем снимать вот так получается ну то есть принципе нормально а размыть кстати можно через google всякие фишечки фокусируются быстро то есть при хорошем освещении кадры нормальный и так в социальные сети если кидануть тоже будет все нормально более менее четко и хорошо видео мне не очень понравилось но опять же full hd 3 кадров классика обычно так все и делается никаких там особенностей здесь нету портрет как я и говорил размывать задний план ночью код ну и так далее вот в целом снимать можно ну ничего такого дальше по производительности мы здесь должны зайти в скриншоты у нас есть antutu он 264 тысячи баллов ясно вот более подробный результат в аппарат греется до под нагрузкой под нагрузкой когда еще и аккумулятор заряжается тогда аппарат немножко греется дальше у меня есть гиг бенч 6 вот такой результат ну в гиг бенчах я не очень понимаю это много мало ну вот пожалуйста вот такие цифры получаются можно плюс-минус сравнить до супер флагманом 1800 здесь 307 до мульти и одноядерной этой всей штуковине 1300 5000 ну все ясно скорость памяти 3200 вот а здесь 650 на 400 но слава богу мы ушли от тех ужасных цифр и когда мы видели типа 150 на 80 ну и так далее то есть в принципе скорость более-менее адекватная по производительности в целом я не могу сказать что есть проблемы все нормально работает быстро плавненько вибрация здесь адекватная то есть не сверх шужащая но это и не the optic engine ну то есть все хорошо работает мне понравилось 90 герц до юнисок да там разрешение низкая да туда-сюда но по крайней мере интерфейс не лагает ничего здесь не тормозит простейшие игры работают всякие раннеры там казуальные игры но и прочее прочее можно в принципе в pubg поиграть но на супер минимальных настройках там ловить 25 30 кадров в секунду но понятно что это не игровое решение кстати по bluetooth у здесь все супер почему то же взяли какие-нибудь наушники хорошие подцепили по bluetooth и получаете хорошее качество звука здесь android 13 по сути чисто я не вижу каких-то особенностей да вот так же как и везде все хорошо работает последняя прошивка ничего здесь пока не обновлялась что еще могу сказать звук здесь моно один динамик кстати не сказал там дальше да вот здесь вот динамик юсб тайп си микрофон здесь еще один микрофон там красиво написали design bind и юмидиги in china а вот здесь вот кстати динамик такой вот сеточкой небольшой и того 15000 рублей айпи 68 но все остальное но кроме наверное экрана 90 герца но обычно ничем не примечательно поэтому в принципе я так думаю что 15 ну несколько дороговато я думаю что реальная цена вот такого устройства но тысяч в девять вот в россии 9 9 10 тысяч рублей вот как-то так кому нужен будет такой гаджет тем кто ищет айпи 68 но при этом не хочет получить какой-то огромный пылевлагозащищенный здоровенный тяжелый смартфон при этом так чтобы он еще и нормально работал но ему не нужны никакие там камеры там супер ваши процессоры и прочее вот в социальных сетях немножко посидеть там какие-то игрушки простейшие запустить чтобы интерфейс себя вел очень быстро но по крайней мере не тормозил ну вот пожалуйста вам такой вот уж такой вот аппарат кстати таких гаджетов которые вот такие тоненькие маленькие ну я все в относительно естественно говорят тоненькие маленькие негабаритные их очень мало на рынке либо вы покупаете такой но без защиты либо это единичные экземпляры я вот так по памяти даже и и не скажу что у нас есть чтобы за 15000 айпи 68 и чтобы он не был вот типа бронебойного танкообразного ганджета все всем большое спасибо что смотрели обязательно пишите в комментариях что вы увидите чуть не закрывается у нас тут эта штука давайте мы ее туда бац она не закрывается я не знаю почему о закрылась всем большое спасибо пока пока